друзья всем привет в общем пришли посылочки их оказывается пришло на самом деле очень много вот некоторые давненько уже лежат ждут распаковки но собираю все до кучи дабы потом запилить это все дело одним видосом сегодня мы будем распечатывать вот эту большую это кто смотрит канал знают да что я заказывал себе сверлильный станок из китая но с российского склада это пришел гайковерт сегодня кстати 1 курьер привез вторую я поехал в пятерочки забрал это пришел гайковерт так сказать в помощь вот этому малышу тоже китайскому это тоже китайский но чуть другой модели якобы чуть помощнее чуть побольше чуть потяжелее в общем я бы о нем наверно в следующем видосе сейчас это все дело убираю вот от евгения источей от алексея из москвы есть еще посылки которые уже распечатал но видоса снял поэтому их в сторону это будет отдельный ролик а сейчас распечатываем станок так ну упаковочку я посмотрел вроде вся целая я имею ду кроме вот вот этих вот двух таких драмах на самом деле здесь две коробки мужики вот одна внизу маленькая другая побольше в общем нас интересует пока побольше а там посмотрим поэтому так вот распечатаю а нижнюю посмотрим в конце скотчем перемотали чтоб не распалась в общем замечательно запечатали вот так все нижняя нас пока не интересует это в сторону убираем коробка обычная модель чина ничего особенного да никаких картинок нет пока о это ж не все елки-палки вот она коробка в коробке оказывается сейчас мы аккуратненько достанем я думаю вот так вот нормальная упаковка я вам скажу мужики я что-то думал будет намного хуже давайте переверну оба чтоб кто-то посмотрел как все это дело выглядит название я думаю будет видно поближе поставить я не знаю камера на штативе вот это параметры какие-то тут цифры в общем кто понимает пожалуйста также есть размеры кому интересно ставьте на паузу читайте так теперь надо все это дело отсюда еще и достать оказывается пробуем когда не сказал вес вес 18 килограмм сейчас скажу 18 864 это вместе со второй коробкой какой-то набор ключей мануальчик на английском языке вороток вот такие причиндалы какие-то вот такой ключ 2724 вышном панова на как-то непонятно ключ 76 три разных шестигранника и мужики щетки запасные это было в пакете давайте сейчас кидаю было вроде как при куче снимаю все с первого кадра поэтому это распаковка обзор мужики и сравнение будет немного позже потому что чтобы что-то рассказать какие-то плюсы и минусы нужно хотя бы немного на нем поработать станина не так понимаю какое-то литье какое-то литье такая увесистая прям ребра жесткости здесь какая-то фрезеровка в масле все это вот так вот выглядит три болта закручена будем по ходу и собирать его посмотрим внешний вид так три болта вес короче интересно я ее взвешу ну в следующем видосе сейчас пока распаковываем так вот такая вот рукоядочка шарик шарик прикручены так все на этом все пенопласт вот в таком состоянии так далее 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 сам станок больше ничего мужики нет это вымазал уже я здесь на верстаке вот такой вот мужики станочек так сейчас я прикручу и продолжим поставлю на место так ну чё продолжаем собрал его прикрутил 4 болта выглядит он вот таким образом по сути это та же самая дрель только на на станине мне уже писали в комментариях саня почему ты себе не сделаешь стойку до самодельную до вопросов нет мужики стойку я конечно могу сделать конечно могу сделать могу использовать вот эту дрель я уже показывал ее как тогда в прошлых видосах она такая же как и станок киловатт 50 550 оборотов в минуту 16 миллиметров патрон максимум я мог бы использовать эту дрель на самодельный станок но потом пришлось бы мне купить другую дрель чтобы не снимать и не переставлять как бы до ручная дрель она есть ручная где-то нужно все равно ей поработать и по сути я пошел по пути наименьшего сопротивления так сказать заказал такую же дрель только уже на станине где ничем не изобретать не нужно за те же деньги вот движок уже там по учитали на такой же киловатт 50 но здесь значит 800 оборотов в минуту но они регулируются есть 6 положений как бы патрон от трех также до 16 в общем никаких проблем плюс имеется вот такой отход обзоре сделаю друзья следующем видосе мне нужно им поработать чтобы что-то о нем рассказать имеется друзья вот такой вот ход вот что еще имеется как только настроился до имеется зажим вот этой всей конструкции на стойке в двух местах зажимается единственно перестает работать вот это подъем но работает дрелью где угодно да также можно все это дело отпустить и переместить его туда куда мне нужно то есть нет вот этого столика я уже начинаю делать обзор да хотя у нас распаковка ну да ладно скажу пару слов об этом еще тут страшного нет то есть здесь можно его настроить так как мне удобно мужики и все это будет приходиться на жесткую станину толщина трубы сейчас померяем я много обзоров посмотрел много отзывов почитал толщина трубы два с половиной миллиметра я думаю для такого станка это более чем более чем достаточно вот как то так я уже на затянул да слегка ну конечно руки чешутся то есть нет столика вся жесткость приходится и сверление да на нижнюю часть с этим разберемся чуть попозже настройки все дела так первое положение включаем второе положение второе положение третье четвертое пятое и шестое кто-то скажет что он шумный вопросов нет но он не шумнее чем эта дрель он не шумнее чем отрезной станок болгарка он не шумнее чем обычные болгарки до 230 нам 125 вот так что не надо мне рассказывать что он самый шумный на ремнях потише я работаю не в квартире где люди за стенкой спят я работаю как бы в мастерской так станочка распечатали посмотрели как он выглядит все тесты все обзоры плюсы и минусы недостатки доработки я уже знаю что мне здесь нужно доработать для того чтобы не было удобно и комфортно так ну давайте распечатаем вот эту коробочку так сказать это дополнение к этому станку поэтому камеру выключать не буду а вот прям как есть прям как есть все это дело мы снимем конечно же найдутся комментаторы которые начнут рассказывать про нашу советскую сверлильную технику весом там килограмм 80-100 ребят все конечно классно ну таскайте вы ее сами у меня нет места в мастерской мне нужна мобильность компактность вот я его могу снять спокойно поставить на пол засуну сюда вот и вот вон те стоечки под пресс и спокойно ими работать не надо их перить на верстак где-то что-то там второй человек должен край держать не меня устраивает этот вариант так дополнение дополнение это позиционный должен быть столик для фрезеровки его заявляют этот станок как сферлинно-фрезерный ну понятное дело что все таки это хобби инструмент и многого от него ждать не нужно но я взял полный комплект как говорится а вдруг пригодится поэтому всяко бывает в жизни да какая-то мелочевочка глядишь и пригодится тот же самый шпаночный шпоночный паз где-нибудь выфрезеровать как говорится по тихой грусти это уже будет нормалек так что же здесь здесь какая-то лабуда на китайском кому интересно кто знает китайский ставьте на паузу читайте вот я думаю для вас это большого труда не составит ух ты ни хрена тут вес ух ты вот тут весик нормальный такой я в следующем видосе весы принесу и мы взвесим его ничего себе так здесь какой-то комплект в общем его ставить не будем просто посмотрим потом уже я когда буду делать обзор мы уже конкретно его подтестим мужики и посмотрим что он может это самый большой столик вот который к нему прилагался вот здесь вот есть цифры ставьте на паузу читайте ось x ось y вот все это линеечка подвижная выставил и дальше занимайся как говорится всеми этими вещами ну тяжелый вот это вот тоже литое все из чугуна тяжеленький вот как-то так а там все звонят а там все звонят но если не беру трубку значит занят ну сколько можно уже названивать так здесь рукоятки вот сюда и вот сюда давайте сейчас прикручу и быстренько говорится помаслаем это мужики зажимы вот сюда они как-то там ставятся ну разберемся потом сейчас распаковочка это чисто для продавана чтобы знать что все хорошо и замечательно здесь что-то болт совсем не хочет свободно вращаться разберемся это сюда так вот это сюда вот так вот все вроде все вращается вроде все крутится вот такой вот друзья видосик это распаковка это не обзор чтобы сделать обзор нужно как минимум немного на нем поработать посмотреть как гнется стойкой гнется ли она вообще да как сверлит станок коронками в общем такой компактный место занимает мало и в принципе не сказал что он тяжелый ну одной рукой поднимаю все это мы дело перевесим обязательно расскажу может даже где-то под разберу обзоров на него не так много поэтому видос будет конечно уже залапал его ничего рабочий инструмент он и должен быть рабочим а не стоять и показывать себя во всей красе обязательно пишите комментарии мужики по про советскую сверлильную мощную надежную в три смены работающую технику буду читать ругаться не буду и психовать тоже не буду не переживайте вот как-то так всем пока с вами был санек нет с ним мы увидимся чуть попозже им поработаю а увидимся уже будем распаковать товарища этому товарищу все давайте а а